Несколько недель назад окерманцы были свидетелями появления на перекрестке у городской больницы техники аварийной службы и работников Белгороднестровск Теплоэнерго. Как пояснил директор коммунального предприятия Михаил Валканов, проводились запланированные ремонтные работы по замене труб теплосетей. Но и работников, да и руководство ожидал не очень приятный сюрприз. Мы готовим московскую подасфальтную водоканал, смотрю, что-то ничего не собираются делать. Мы, делая свою работу, подготовили все, нарываемся на их задвижки, которые в земле. Там столько работы по воде, что они даже не знали, что там есть их задвижки и запорная арматура, и трубопроводы. Там вот такое, кто проходил мимо, видел ржавые трубы такие, которые... Там все это надо перекладывать, и когда в московскую переложат, чтобы ее заасфальтировать, надо сегодня делать. Мы вот сегодня заканчиваем. Закончили и подготовили этот участок дороги под асфальтное покрытие. Но проводились ли там какие-то работы по замене труб водоканала, неизвестно. Как рассказал Михаил Валканов, руководство города знает о существующей проблеме. Но, как мы видим, решать ее никто не спешит. Но не в зависимости от этого, Белгород-Днестровск Теплоэнерго продолжает выполнять свою часть работ. Значит, мы закончили парковую. Там Сатурн есть такое объединение, трехэтажные дома, по-моему. Они были построены после того, когда была солнечная и южная вся выстроена. Потом эти дома садятся на сети, которые сегодня не пропускают тот теплоноситель, который... И эти люди ходили годами. И в этом году мы изыскали деньги, переложили трассу в больший диаметр. Буквально мы где-то в апреле месяце мы это уже начали делать и закончили. Значит, будем надеяться, что там парковая вот эта клюшка, которая конечный дом, вот он будет с нормальным теплом и вот эти два небольших дома. Также в ближайшее время запланировали ремонтные работы по улице Победы от четвертого дома и до таможни. Обещают, что эти трубы будут уже с энергосберегающим режимом. По словам Михаила Валканова, необходимые материалы закупили еще зимой. На Плавневой тоже в скором времени должны появиться коммунальщики. Так что этой зимой люди, возможно, почувствуют повышение температуры в своих домах. Маршала Бирюзова тоже обещают не обойти стороной. Так что работой на это лето Белгород-Нистровск теплоэнерго обеспечена. Но коммунальщики не откажутся от помощи из местного бюджета. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.